Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 октября и наконец-то наступила пора и мне посадить лучок, потому что у нас приближается холодный фронт, будет совсем холодная погода. Все предыдущие дни у нас было 3 градуса ночью, но днём были сильно высокие температуры, 25, 24, 23, и я лук не садила. Я вам показывала примерно как вот, где-то хочу вам показать тот лук, который я вам показывала, как я садила. Он уже сегодня вытащила, смотрите, он дал уже вот такие корни, а значит через несколько дней у него появилось, а вот она уже, видите, уже и зелёная выходит вот эта. Значит, если бы я посадила тогда, когда я показывала 2 недели назад, он бы у меня возможно пропал. Видите, как быстро за несколько дней лук проклёвывается у нас. Это вот та, которая была в виде урока, просто показательная. А сейчас я сажу вот настоящую грядку, настоящий лук, всё уже сделала. К сожалению, у нас приближается ураган и погода ветреная, возможно, будет плохое качество видео, звук будет шебуршать, но мне всё равно, я вынуждена снять сегодня, потому что завтра я уже всё здесь засыплю, и не видно будет вам глубины заделки. Потому что хочу сказать именно об особенностях посадки под зиму лука, об особенностях разного заглубления разных видов и сортов. Начну сейчас с грядки. Я уже всё это говорила, но просто сейчас в одном видео всё соберу. Вот делаю грядку ровно метр шириной. Как и советуют специалисты, и это очень удобно. Почему не шире метра? Потому что неудобно шире обрабатывать метровую грядку. Я как раз идеально достаю до середины при прополке, с той стороны и с этой стороны. Я делаю всегда метр, я привыкла так делать, ставлю вот эти вот границы, чтобы были ровные. Люблю делать грядки только ровные, делаю всё только по верёвкам, но вы можете делать просто протоптать дорожку. Всё, вскопала один раз, разбила комки, убрала все растительные остатки, вскопала второй раз. Всё разровняла до ровного, до чистого, начинаю делать маркировку. Маркировка, это вот делаем бороздки на определённом расстоянии. Вот для лука рекомендуется, если чеснок, говорят, 20-25 сантиметров, то для лука достаточно 15 сантиметров ширина от одного ряда до другого. Вот я, вот видите, вот один ряд начинается, вот другой. Сколько тут у нас? Ну, 15 с половиной. Я первые два ряда отмеряю линейкой, а потом просто визуально делаю вот такие, как сказать, вот этой вот помидорной палочкой вдавливаю, вдавливаю и всё. Когда я помидорной палочкой вдавила, потом рукой, я прям ладонью руки, делаю вот такие углубления, чтобы они были более глубокие. Вот сколько лет я живу, ничем, кроме руки, невозможно сделать вот такие ровненькие, хорошенькие бороздки, в которые потом так удобно раз и воткнуть луковку. Ну, вы можете какие-то другие приспособления придумать, но у меня все приспособления, это вот рука. Ну, сделала я вот эти вот бороздки. Но я уже говорила, что заглублять разный лук мы должны по-разному. Я вот начала первые ряды вот до этой голубой метки. Вот видите, у меня синяя меточка. Здесь у меня идёт один сорт. Это специальный озимый лук, который не должен вымерзнуть априори никогда, он специально для этого выведен. Вот это лук-радар. И его можно садить, если это специально озимый, его можно садить хоть мелкие, хоть крупные, любого размера эти луковички можно садить. Но большие луковички нам нужно заглублять больше. Вот над ним должна быть вот такая ещё высота. То есть они должны быть внизу от поверхности земли на 5 сантиметров. 5 сантиметров в глубину очень тяжело сделать бороздку, я ещё раз говорю. Я вот так его втыкаю, вот она бороздка уже тут примерно 2-2,5 сантиметра. Все они пока вот так. А потом я каждую луковицу прям раз туда, видите, всё. У неё вот тут вот только хвостик. И получается, что она в бороздке на 2,5 сантиметра. И ещё вот эта вот канавка 2,5 сантиметра до поверхности земли 5 сантиметров. Сверху я их потом ещё присыплю, укрою. Про эти мы разобрались. Вот этот вот крупный я буду весь заглублять. Я специально не стала заглублять, чтобы вам было видно. И ещё про крупный. Так как вот этот крупный я не буду прореживать, я его высаживаю на большие расстояния, больше, чем ту овсюшку. Этот лук у меня, я взяла его на развод. Если он хорошо будет себя вести, то я сделаю так, что будет озимой у меня только лук садиться. И я его высаживаю, если без прореживания, я его высаживаю на 10 сантиметров. 8-10 сантиметров, это то расстояние, которое должно быть между луковицами, если вы не будете прореживать, употреблять летом. Летом употреблять мы будем другой, вот этот, к которому мы идём. Дальше закончился озимой, начался простой. Штунгартер Ризен. Вот он у меня в ложке стоит. Вот это остались совсем маленькие. Он тоже разного размера, но есть крупные, есть мелкие. Но его я уже высаживаю намного чаще, потому что именно его мы будем летом сразу же дёргать с самой весны. Вот как только появится он, его будем и на перу, и потом молодые в фазе молочной зрелости головки употреблять. Поэтому расстояние между ними я уже сокращаю, с учётом, что одна луковица, вот одна останется, одну я выдерну. Одна останется, одну выдерну. Если там на ширине 1 метр я разместила всего 9 луковиц, то здесь на этой же ширине у меня 12 луковиц. 3-4 луковицы примерно я буду убирать с каждого ряда. Потом, так как он уже мельче по размеру, я делаю его, заглубляю намного меньше. Вот тут вот первый ряд это попалось, несколько крупных головок в нём. Но основная масса у него маленькая. Он маленький, вот такой прям крошечный. И над ним расстояние земли, слой земли должен быть не больше 2 сантиметров. Значит, я вот так вот разложила их, но я его не буду так сильно углублять резко, как тот. Я его просто вот прям чуть-чуть-чуть, чуть-чуть вот так воткну, чтобы он виделась даже сама... Плохо видно. Даже чтобы сама луковица виделась. И получится, что вот 2 сантиметра как раз вот досюда, до поверхности земли у меня есть. Сверху ещё буду перегноем. Вот это вот такая особенность, что... А, забыла сказать, что расстояние между рядами я оставляю почти такое же визуально. Только уменьшаю расстояние между луковицами. Расстояние между рядами должно быть... Я всегда делаю таким, чтобы можно было пройтись вот здесь, вот этой вот моей тяпочкой, вот так вот сделать рыхление. Уже никак нельзя, потому что без обработки лук у вас весной, подзимый лук обязательно нужно рыхлить, потому что тут он уплотняется под слоем земли, становится корка. Всё, вот я вам показала, как я его разложила. Ну, я разложила, конечно, не до конца, но просто я боюсь, что погода меняется, будет сейчас ветрина и будет дождина. Я сейчас быстро их повтыкаю. Если я даже сейчас не успею их присыпать перегноем, присыпать я могу их и завтра. Главное, что я их в хорошую, в такую, во влажную, но рассыпчатую землю положила. Если сегодня пройдёт сильный дождь, завтра мне сложно было бы грядку уже делать, земля бы намокла, я бы в этой грязи возилась. Я как раз выбрала погоду, что ещё хорошая, тёплая погода, но завтра уже будет дождь и будет холодно. Всё, вот сейчас все эти бороздки, как я перед этим показывала, я засыплю перегноем. Сначала вот эти все воткну, туда пройдусь, прям, чтобы они были 5 сантиметров в глубине. Закрою сверху перегноем вот эти бороздки и ещё раз закрою перегноем и сверху буду укладывать зелёные кусты перца, которые растут у меня ещё сейчас. Я их специально держу в земле, не выдёргиваю, чтобы они не засохли. Вот такими перцами можно укладывать сразу, потому что они, как опилки, не слёживаются. Я сделаю всё, укрою. Если я сегодня успею ещё приступить к посадке чеснока, я вам покажу. Если не успею, значит покажу завтра, скорее всего я не дойду до чеснока. И завтра ещё постараюсь показать вам вот этой лопатой, вот я копаю. В том году я показала в теплице, но плохо, на меня там все ругались, что одну голову показала, а ноги нет. Но в теплице пятница некуда, места мало. А сейчас я как раз вот копаю, перекапываю грядки. И завтра, если будет погода позволять, я покажу ещё, как я копаю лопатой. Это чудо-лопата позволяет копать даже таким пожилым и больным людям, как я. Особенно женщинам она очень хорошо поможет. Никаких усилий, просто нажимаешь, дёргаешь её. Завтра всё покажу, всё расскажу. Это моя любимая чудо-лопата, которая мне помогает справляться в огороде без помощи мужчин. Потому что они всегда у меня на работе, к сожалению. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова